Сегодня 22 сентября 2016 года. Это вот мы здесь деревья поспиливали на лагерном пруду тут. Там брат Никита трудится, ветки спиливают до конца. Вот у этого дерева тоже проводов дотягиваются. Игнатьич, что тут за сооружения были? Ой, ты так часто спрашиваешь. Я каждый раз думаю, не скучно ли повесть моя? Я как-то тихотворение написал их Богу и говорю, господи, я каюсь тебе рассказывай, не скучно ли повесть моя? Это повесть моя. Тут надо все говорить. Вот когда говорят, что лагерю 45 лет, то некоторые коммунисты даже, да вы что, да при нашей власти, да кто бы вам разрешил? То есть они знают свою людоедскую сущность. Не разрешил. Но они знали какой-то предел. Посадили, а остальные тут без меня уже как-то. А нынче на их место пришли другие, более ненавистные, жадные, страшные как-то. От них никак не скроешься. Они сумели подчинить себя милиции, полиции, все, прокуратуру и лагеры нашего. Кырдык. Конец. Каюк. Амба. То есть 45 лет я его основатель. Через 19 лет, без года 20, будет только образована община. Я ломаю, то что. По порядку начнем. Это шалаш. И он огорожен, потому что весной коровы ищут траву, и они съели у меня даже пол шалаша. Это только для мальчиков. За хорошее поведение с ними воспитатель уходил сюда дощего. Это на 10 человек. Мы в шалашах жили. А остальные палатки, большие палатки. Людей было много. Видите, как все-то городи, найди, инструмент принеси. А к осени надо уходить. А спали-то не на голой земле, а пенопласт. Сантиметров 10 толщиной пенопласт. Большие листы были под ними. Каждый день надо сушить. Пищу от мышей спасти. Это значит, надо какие-то железные штыри. Вверху, чтобы была шайба большая. Каждый день надо было просушивать. И все это на солнце. Тут и выскажешь, сколько. Сколько за этим всего стоит. Ну и вот здесь, ну, баня тут надо. И баня. Это здесь, прямо здесь, рядом с нами. Эти были, и тут видно. Я один раз показываю. Их сейчас не видно, наверное, потом показать. Коровники. И тут я с вышкой. Мошкара залетела в глаз. Это вот понятно, что шалаш. Там мы сделали сейчас человек на 30. И надо его разбирать, размонтировать. Их арматуру ставили, чтобы не упало. Загораживали, а так лестница была. Но нападали очень сильно. Это уже после... Это в 98-м году. Это уже новые, ярые, с человека ненавистники пришли. И что они делали? У нас в бане была. Баня. Идем, я покажу, где баня была. Вот это... Ну, надо как-то пройти потихоньку. Ее надо было с вами построить, чтобы рядом пастухи, и они не знали. И топить такое время, чтобы дым к ним не попадал. Тут сколько всего, знаете, есть. А уходя, все мы зарывали в землю. Разные схроны были. Вот, потихоньку здесь. Баня два раза переделывалась. Увеличивалась. В среднем, летом было 108-109 человек со взрослыми. Так живой, как кто мерил. Почему эта цифра была? Вот, потихоньку сюда. И вниз. И вот надо было обойти эти кусты. Это надо было делать тайно-тайно. Чтобы пастухи не знали. И они не знали. Вот. Здесь стоп был. Я не знаю, тут ара не пройдет. Видишь, как надо отпилить. Отпилить дерево. Но я давно не был тут. Но ты отсюда можешь показать, какая это глубина. Это на берегу. Вот. Смотри, какая пища. Сейчас, когда все уже завалилось. Тут же и котел. А зимой приходили тут эти охотники, и они жили. Большой предбанник. Вот. Вода должна была стекать. Стены, чтобы не размокли. Стены из пластов земли. И между ними ряд пластов. Ага. Тут даже можно показать. Если можешь, пройди. Пройди, покажу. Это одно дело говорить. Другое дело показать. Которые сегодня любят наводить порядок. Норму устанавливаем. А вот норма одна. Жить надо, а ничего нет. И вот пласты эти надо было оштукатурить. Посмотри, сколько здесь колышков забито. Вот, а колышки. Вот они. Вот они забиты. И солому принести с полей. Глиной и замазать. И побелить. Баня настоящая. Но это предбанник был. Теперь где одежду сушить, стирать. Это надо было все. Никаких стиральных машин не было. Вот оно все. Колышки набиты. И вот я сейчас стою. Вот сейчас вот это вот баня. Вот непосредственно баня. У меня метр семьдесят два. Вот я нахожусь здесь. И вот сколько выше зимы еще. Выше. Это балки были здесь. Это все надо было делать тайно. Принести откуда-то. Вот какая. Смотри. Я куда ухожу. Вот. Баня. А теперь все это сделать так, чтобы скотина не упала. Загораживаем. Но она уже упала. Я не знаю. Даже придется заваливать или нет. Почему? Скотину запрещено сюда гонять. И вот предбанник переодеваться. Дальше. Парелка была. На железной дороге везде камушки собирали. В сумки приносили. Камни не какие-то. Не та, из которой звездку делают. А из которой галька. А гальки тут лишнее нету. Вот. Провод чей-то, чей-то. Наш. Наш. Ну вот. Сейчас. Видите, сейчас электричество есть. Вот поднимаешь. Вот которое мы... Слово Никиту покажи пилит там. На дереве. Залез на дерево и пилит. Вот. Сюда потихоньку ставишь. И пройдем. Вот. Сейчас это загорожено все. Столбы ставили потом сами. Посмотрите, какие провода натянуты. Насос, чтобы качал. Тут рыба. Теперь у нас вот этот карп вводится. Все это. Тогда ничего этого не было. Электричество не было. Керосиновая лампа. Свеча. Детей надо помыть. Мальчики сначала, потом девочки. Это целый день топится. Пятницу и субботу. Два дня фактически мыли. Пойдем-ка. И напали на нас вчерашние коммунисты. Баня, покажите. А я рад показывать. Простодырые. Вот пришли. Баня. Это нельзя. Мыло. Моются дети. И оно стекает в озеро. И там купаются. А как же мы моемся вплотную мылом? Руки себя терем-то. То есть обезумели совершенно. Это все написано в книге «Для слова Божия нет уз». Воду туда, чтобы не выпускали в озеро. Ну не выпускали. Как не выпускали? Сделали яму. Это вот котел. Вот он лежит. Котел. Тут камни были. Слышь, там печка была. Камни-то вот с этой стороны. Вот можно даже увидите. Труба вот выходит. А вот это вот камни лежали тут. Видишь? Тут вода с этой стороны, видимо. Там где-то. Там дверка для чистки. Что придумали? Воду эту. Чтобы из бани не выпускать. Ну а как же из бани не выпускать? Делаем следующее. Здесь глина. А глина это глиня из замка. Выкопать яму на берегу. Это когда мы уже открыто выжили. Нагородку я сегодня выкачу. Вот она. Вот она яма. И чтобы яма-то не обваливалась. Видите как? Везде все это кленовые жердочки стоят. Вот они. Это надо сейчас забрать будет. Со всех сторон. Шифером. Все это обложено. Помогло ни грамма. Вот у вас отходы пищевые. Для них надо яму. Да нет пищевых отходов. Но у нас по норме положено. Куда они у вас деваются? А чистки-то? Коровы съедают. Сделать яму. Представьте. Сделать яму в степи. Сделали. Помогло ни грамма. Они даже не посмотрели. Я говорю. Вот теперь яма. Мы загородили. А это им не надо. Они новые и новые инструкции пишут. Сейчас пишут. Да вот вы сделайте. Роспотребнадзор нападать не будет. Делайте все. Это невозможно. Когда решили раскулачить людей. Один налог. Второй. Третий. Наконец не может заплатить ссылку его. Все. Помогло. Не помогло. 90% уничтожить. А 10% железной рукой в коммунизм привезти. Вот задача была какая. И поэтому мы-то еще знаем уже. Родители раскулаченные. Все бежали. Мы все постигали сами. Мы научились прятаться. 10-17 Евангелия от Матфея. Говорит о том, что остерегайтесь людей. Ибо они будут предавать вас. И дети у нас. Сколько знали схронов. Один из них был на этой высоте. В центре Храпивы. Они работали и не знали где. Уходя снова завязывали глаза и уходили. Детей допрашивали. Ни один не знает где. А таких схронов у нас было до пяти. В разных местах степи. Такое место находили. Ночью в полночь все делали. Копали под землю. Подземная катакомбная церковь. Приезжал, чтобы священник. Его никто не видел. Шла служба. Где? Там был он где. Сад где. Склады сейчас есть. Первую службу провел литургией. Отец Наум Борщуков. Отец Наум Израилевич. Из Билиси. Его благословил патриарх Илья II. Вот как был. Вот она яма. Сейчас ее надо заваливать. Как-то подойти. Вытащить все. Я вот маленько вытащил уже. И придете с Никитой сравнять. Завалить хотя маленько, чтобы. А баню уже не завалить. Это огромный труд большой. Может еще когда сгодится. А это размонтировать тоже полностью. Чтобы следа не осталось. Наш шалаш теперь там. То есть меняется. Где был магнитофор, там теперь компьютер. Телефонов не было. Позвонить нельзя. А если кто заболеет. Чудо Божье. Ты видишь, он скворечник на дереве. Да. О. Это не я весил. Это наверное уже Витя повесил. Витя такой добрый. До того уважительный. Вот сегодня веревкой тащили дерево падать. Ну и дерево валится там. Я рядом с ним-то. И дерево упало, и я упал. Упал и не шевелюсь. Володя первый прибежал. Живой. Тянет меня за руку. Видите как. Это братья, родные, сыновья выросли. Вот эти все рассказываю я в кучу как бы. А тогда ничего этого не было. Все делали тайно. Людей было много. Люди были сильные. Один Сергей был. Он ослабленный слух был. Как бы полуглухонемой такой был. А мальчишка маленький, такой писклявый. И он его в речку берет. А тот боится никак. Я его все равно закалю. Закалю, то есть закалку дам. И под воду он орет. Над гладью озера виск стоит. Как только вода коснулась верхней губы, полная тишина. Под водой это он не может. Как только верхняя губа над водой, страшный виск несется. Я его все равно закалю. Ну до того интересно. Люди были разные. Одна девочка написала письмо. Написала талантливо. А письма, почта, как говорится, заранее знает, что я ее должен проверить. Ну и другое ничего. Хороший, хороший, хороший. А эта погода здесь прекрасная. Какие чудесные воспитатели. Насколько мне здесь интересно. Мама, папа, ты даже не знал, не знала и я, что такие люди есть. Бабушке моей расскажите, куда я попала. Это на всю жизнь мне. А она была какая-то девочка, так, со слабленным слухом. Ну ее внимания не обращали. А с себя-то она нормальная девочка. Лет 12. Как мои ребята на костре я засчитал, как зазирались. А кто это может быть? На нее никто не подумал. Но я спросил, ну можно будет сказать, кто это считал? Поднимите руку. И она подняла потихоньку руку. Я сказал, ой, что было. Какое ей внимание со всех сторон. Ребята подсаживаются рядом, расспрашивают, в глаза ей заглядывают. Сейчас, не знаю, кажется, Нюра звать ее было, Анюта. Понимаете, сколько у меня воспоминаний. Это 45 лет. И ни один ребенок не заболел. Где-то у кого-то прыщик. Да это разве болезнь? Или комар укусил, а ногу расцарапал. Ничего нету. Репьем потер или подорожником. Попутно сказать, вон где мы, видно, где крест, а дальше там плотина, в плотине спуск был бетонный. Мы его заделали. А теперь где вон. Вчера мы там поставили преграду ему. Чтобы вода еще поднялась. И вот здесь мы в те годы, с 1972 года, каждый год приезжали. Это настолько было интересно. Мы делали все с молитвой. Вот представьте, выходим молиться. Ну, 72 человека один раз с поезда сошло только сразу. А юноши были, из армии вернулись. Девушки там, ну, на выданье уже. Много детей священников было. Это Средняя Азия, Украина, Белоруссия, до Эстонии. Я не знаю, откуда только они приезжали где-то. И молва-то идет, и приезжает первый секретарь райкома партии. Привозит два автобуса. Два автобуса. Завуч и учителей собрал. И ждут, когда мы будем молиться. За стол-то отошел. Нам уже нельзя было никак. Но становится, представьте, рядами отдельно слева девушки стоят, вправо юноши. Все с бородками. Начинаем молиться, кланяются. А они возле пастушьего домика стоят все и смотрят. Думают, вам-то кто запрещает. Один раз меня недолго искали по полям. И кто-то им, пастухи, сказали, там второй мостик. Они говорят, там бывают часто. А не то, поехали. Правда, мы там из-под низинки вышли. А они увидели и подъезжают. Заместитель главы администрации города. Кажется, Гайдук Наталья, или как-то звали. Она, может, и забыла уже. А мы думаем, кто это тут так быстро бегает? А я из рубашки оделся чуть-чуть и бегаю двоим кузнечиком. В кузнечике есть координатчик такой. Черные крылья, а как взмахнет, там красные-красные такие там. Ну, я ребятишек учил, как поймать его, потом как отпустить. И интересно все было. Разные травы изучали, сушили. Уезжали с разными рюкзаками. Это дети, это наше поколение. Вот уехали некоторые в Грецию. И говорят, если о России воспоминания остались, в Советском Союзе тогда было, то только пребывание в лагере. У нас ничего нет. Вот камыш на нож, ножами камыш вот этот отрезали и приносили. Камыш, чтобы шалаш сделать. Как делали шалаши, палатки. Вокруг надо сделать, было ровик, чтобы вода не попадала. Я все живу этим воспоминанием и благодарением Богу. Как мы здесь были. Приезжали много, помню, из Академгородка. Ученые люди, там, профессора. Тут кого только не было. У меня связи были страшные. Просто все воинские части везде приезжали, звали, выступал. А тут из Шарщина приехали ночью на мотоциклах хулиганы и стали кирпичами кидать нас. Никогда не было-то. Как эти с Академгородка выскочили, там, ребята, молодежь, там, кандидаты. Как схватились за лопаты. Эти едва на мотоциклы успели и больше никогда не приехали. Ну, я их... Новые люди приходили. Совершенно незнакомые. Это уже более поздний период. Уже перестройка пошла. И вот нынче пытались... Закрыли этот лагерь. Лагерь не просто уникальный. Он единственный во всем мире. Такого лагеря не было. Мы насчитали 18 параметров, которых в лагере нет. Подъем в 5 утра. Представьте. Через 2 недели ни один ребенок не хочет позже вставать. А во сколько дома вставал? В 11. Иногда в пол первого. Вот такие дети. Вот им нужно показать было настоящую жизнь. Жизнь без лекарства. Оно не нужно. Вот его на лекарствах держат. Держат в армию, брат, некого. Готовят инвалидов. Это кто там на машине? Это не Володя? А на стачке. А не ужаснаешь, что тут дорога? Нет. А? Нет, это кто-то другой. Может быть с урывки? Может быть. Мы дорогу-то нынче сделали. Тут 2 пруда. Первый небольшой пруд запрудили. И теперь все поехали. У меня воспоминаниями все полнится. Почему это жизнь? Жизнь на пределе. Это Господь так дает. Ложились очень поздно. Выйдем с детьми, беседуем. А когда уложим спать, одни воспитатели. Воспитателей было много. И все это рассуждения о Боге, о природе, о космосе. Насколько было интересно. Сейчас по-другому. Многое смотрят в интернете. Повторять все уже не приходится. Так. Где Никита-то? Пойдемте, мы сейчас тележку одну туда увезем. И батюшке поможете, может быть. Мы сейчас посмотрим, где он выскочит. Он идет так, как смело. Гляди. Видно его? Нет. Значит, он знает, что там засыпано. Если он выйдет и там на той стороне, на мостике, значит, сделали мы хорошо. Волков Владимир Иванович работал бульдозерист. Хороший человек. Я говорю, неверующий, да? Я так. А потом разговорились, когда он крестик показывает, иконки. Да что я, какой хулиган развит там. Да я верю. Показывает еще у него что-то там, как записная с иконкой. О, это наш огородчик. Он был поменьше. Потом батюшка нам расширил его. Лопатой копать было. Лопатой. Все у нас росло. Все. И здесь и малины, и... Вон он. Это же на той стороне? Не знаю. Да? Наверное. Вот это да. Это наша работа. Наша. А вот еще, если он там проскочит, и пыль пойдет с той стороны, это означает по второму мостику. Это уже, ну, знает человек. Во славу Божию. Дивный Господь сохранил и защитит и далее. Детей, конечно. Это когда умирала крейсер Асаната, там Позняков, она уже умирала, он зарезал и говорит, а детей я тебе не отдам. Вот я хочу сказать, Роспотребнадзор нападает, а зря. У нас дети хорошие. Вам смотреть надо за качеством товаров, а не детские лагеря уничтожать. Лагеря больше нет. Успокойтесь. Все, добились своего. Но дети будут. Дети будут приглашенные, будут в домах жить. Благодарение Богу. Надо будет разобрать. Не забудьте. И там. А вот это вытащить палки оттуда и засыпать. Ну, а баня там уж ничего не сделает. Спасибо. Поехали.